Субтитры подогнал «Симон» 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 В принципе так и происходит, потому что адаптированная из Китая, как очень многие вещи в Японии, техника печати с деревянных досок… Ксилография. Ксилография. Гравюра на деревь. Очень быстро вышла из буддистских монстрей и заменила живопись людям до среднего достатка. На самом деле, как раз начиная с конца 17 века до 19 века, это считается рассвет, появление и рассвет цветной ксилографии в Японии. То есть если это сравнивать с сейчас, то это как народ повышаете культурку, вешаете там… Нет, это… Современный аналог чего это? Вот если вот в нашей современной жизни тогда гравюра – это аналог чего? Массовое искусство? Да, но это буржуазная революция. Потому что структурированное общество, которое не могло позволить… Дело в том, что в руках торговцев и ремесленников скопились все деньги нынешнего Токио, тогда так называемого Эду. Но они считались самой низшей кастой. И заказ пошел именно от них. И массовое искусство появилось, то есть так же, как театр Кабуки служил именно для них. И это массовое искусство с приходом европейцев ринулось в Европу и на самом деле повлияло очень сильно на импрессионистов и на историю западной живописи. Почему оно для нас так важно? Почему во всех музеях мира великих есть коллекции японской гравюры? Ну, мы уже не говорим о музее Ван Гога, где просто висят вещи, с которых товарищ Винсент писал просто свои картины. Прямо вот писал. Просто писал. Взял как бы заобразит. Петр, у меня вопрос к вам как к искусствоведу. Скажите, пожалуйста, тот человек, который сидит рядом с вами, он ведь все-таки, прежде всего, художник, да? Во всяком случае, это его как бы... Это то, что сделало ему имя в свое время. И, насколько я понимаю, его работа относится к направлению поставангардизма. Мы вообще сейчас живем во время с приставкой пост, постиндустриализм, даже посттеатр, в общем, все пост. Вот что такое поставангардизм, и что это за жанр, в котором работал, начинал работать Кирилл Данелли? Вот вы знаете, слово постмодернизм я еще понимаю. А вот это совсем такое специфическое слово поставангардизм, это неправильно. Потому что все-таки у Кирилла, и вот как раз в пространстве, где у него коллекция находится, достаточно много его работ. Вот. И сегодня уже нельзя сказать, что он относится к какому-то такому течению. Он уже сам по себе, потому что он достаточно известный художник, сам яркий художник, который имеет свой стиль. То, что он занимается этим, и у него есть калаш в этом во всем деле и так далее, это пожалуйста. Но поставангардин все-таки это немножко другое. Ну, это то, что, так сказать... Народ, говорит. Да, ну не народ, а как бы так пишут о нем искусствоведы. В вашей галерее получается, что на одной стене висят японские гравюры, рядом ваша работа, они между собой бьются? Я больше скажу, там стоят египетские саркофаги и стоят ханьские лошади второго века до нашей эры. То есть все смешалось в доме Данелли? Нет, дело в том, что я представляю свою коллекцию и мои интересы в жизни. То, что я коллекционирую, то же самое, что стоит у меня дома, то же самое висит в галерее. Это все часть коллекции, часть моей жизни. И скорее это галерея такой лайфстайл, чем сугубо... Высокое искусство. Нет, там вещи, за которыми стоят все наши музеи в очереди, в долгую очередь за счет нехватки бюджетной. Это просто все, что мне нравится. Потому что если я завтра увлекусь искусством ислама, то я буду коллекционировать это, и это будет стоять рядом с будами. У меня нет в этом никаких... Скажем так, каких-то барьеров, потому что... Я не занимаюсь людьми, я занимаюсь искусством. И не зря, когда я вернулся из Нью-Йорка, я назвал галерею Fusion Culture Gallery. Но потом все-таки ее переименовал, и Fusion Culture осталась больше как слоган галереи. Потому что нечего с иностранными словами в русскоязычной стране. Вот знаете, к вам обоим вопрос. К вам как к судоведу, к вам как к галеристу. Ваши вкусы все-таки формировались, кстати, и у того, и у другого, вот так получилось, скажем, в непростых домах. То есть это была обстановка соответствующая, потому что родители занимались искусством очень плотно. Но это, конечно, влияет, наверное. Вот скажите, Пётр, это влияет вообще, скажем, то, чем увлекаются родители, на то, чем потом начнут увлекаться их дети? Или это вообще, так сказать, как бы просто совпадение? Мы русские обычно говорим по оговоркам, да? Рожденный плаватель летать не умеет. И действительно, то, что родители в тебя вкладывают, это очень хорошо отражается потом. Действительно, если тебя каждый день водят по музеям с утра до вечера, все-таки физикой ты заниматься, скорее всего, не будешь. Так и получилось. Но, в общем-то, у нас, что мы занимаемся культурой, искусством, и, в общем-то, достаточно успешно благодаря именно родителям и некому воспитанию вообще кругу. Потому что не только же родители, а еще большой достаточно круг, в котором ты растешься. Вот, например, большинство художников, с которыми я вырос, я делаю их выставки, я с ними общаюсь и так далее. Хотя они там поколение отца, то есть им по 70-75 лет. Но сейчас уже, так сказать, они не говорят тебе, мальчик, посиди в сторонке. Мальчик, отойди, не мешай, разобьешь. Про мальчика мы всегда станем себя мальчиками в кругу этих людей. И я в этом не вижу ничего плохого. Наоборот, хорошее, потому что если мне 27 лет, я 27 лет в этом бизнесе. А не первый день, как те, кто только что закончили университет. Вот. И поэтому, когда, например, вы, Кирилл, говорите о том, что у вас в коллекции те вещи, за которыми стоят в очереди музеи, это же означает, что вы как минимум разбираетесь в этом очень глубоко. Потому что, условно говоря, если бы я сейчас начала этим заниматься, то, конечно, первое, что... Ты бы не только гравюру от китайской не отличила. Во-первых, это, конечно же. А во-вторых, конечно, мне бы что-нибудь впарили, потому что на этом рынке огромное количество подделок. Ну, за 24 года научиться можно, вот ты обжигаешься, это естественно. Обжигали вас сильно? Мне повезло с учителями в антикварном бизнесе, да. У меня инструктировали очень мощные ребята, которые занимались не совсем легальным бизнесом в Австралии. Вот. Но они как раз очень сильно учили, как что и... А вот какая была самая дерзкая попытка вас объегорить? Можете вспомнить? А это нормальная работа для любого антиквара. Любой дилер, особенно восточный, будет пытаться тебе со второй же продажи подмешать половину поддельных вещей. Я слышу, что мумии египетские подделывают. Да, потому что была какая-то очень громкая история, когда там, в общем, какую-то мумию за вероятные деньги продали. Потом огромное количество ученых разбирались, и выяснилось, что эта мумия совсем даже не египетская, а вовсе даже... Свеженькая. Свеженькая, да-да-да. Я не знаю, потому что я мумии никогда не покупал в коллекцию. Конкретно мумии я всегда отказываюсь. Они есть в коллекциях, это отдельное коллекционирование, поэтому я не в курсе. Вот, но, естественно, в Египте египетские артефакты подделываются, китайские артефакты подделываются. А с Японией, если все-таки у нас сегодня темно-японскую гравюру, да, с Японией существует другая ситуация. Дело в том, что в Японии есть традиция делать репринты, рестрайки. То есть это по старым доскам. Их перерезают и делают заново новые гравюры. Либо повосстанавливают рисунки и доски, там, я не знаю, хиросики. И делают заново новые принты, современные. Либо они могут быть там уже не прижизненными, а постфактум. Потому что это все-таки издательские... Когда-то это были издательские дома. Типография, по сути. Ну, это ручная типография. Вы на выставке увидите... Нет, не увидите. Давайте мы сейчас посмотрим, что мы увидим на выставке, а потом вернемся к нашему разговору. Древняя легенда связывает с умо само существование японской нации. Согласно поверьям, бог Токамикадзути вступил в поединок с богом варваров. Благодаря его победе японцы получили право осесть на территории нынешнего острова Хансю. В экспозиции представлены основные жанры укиё-э японской гравюры. Они были доступны по цене из-за возможности их массового производства. И предназначались в основном для городских жителей, которые не могли позволить картины. На гравюрах темы, волновавшие японцев 18-19 века. Мы можем проследить биографию верных вассалов, например, легенду о 47-миронинах, отомстивших за смерть своего господина. Посетить сцены из традиционного японского театра Кабуки, представлявшего собой синтез пения, музыки, танца и драмы. Позднее среди художников стала популярная пейзажная гравюра. Здесь представлены роскошные коллекции хризантем, знаменитые японские ландшафты. Все экспонаты из частых собраний Кирилла Данелия. Кстати, коллекционер собирает не только гравюры. Когда начинаешь коллекционировать гравюру, то ты видишь там кучу предметов, которые хочется посмотреть вживую. Я же коллекционирую то, что мне нравится, поэтому вот если я заболел Нески и Акимона, то я буду их коллекционировать. Я заболел тонкой ракузнечной работой на гардах от мечей. Я начинаю их коллекционировать, пытаться в этом разобраться, понять, что интересно, что редко, какие техники. Какие техники интереснее мне. То есть это на самом деле заболевание коллекционирование. В искусстве существует множество вариаций изображения Будды. Особенность этого в том, что его можно было брать с собой в путешествие. Он сделан саркофагом. А здесь расположены Нески. Это не просто миниатюрные фигурки, а брелоки. Традиционной японской одежды кимоно лишена карманов. Эти предметы использовались для прикрепления ключей или кошелька. Среди экспонатов есть и цубы. Это часть оружия, клинка в японском самурайском мече. И вот как раз это и есть та драгоценная часть, которая есть в оружии в японском. Это не просто некая такая металлическая штучка. А вот если мы на нее внимательно позвольте, у нее у каждой есть свое изображение. Видите, каждое изображение отдельно сделано для каждого человека, кто ее заказал. Некоторые нижегородцы уже успели посетить выставку и оценить предметы традиционного японского искусства. Мои первые впечатления, это, конечно, невероятности. От того, что такая сложная техника, такая древняя бумага, скажем так, это 17, 18, 19 век. Невероятно интересно смотреть композицию, построение, цветовое решение этих произведений. Познакомиться с японской культурой можно в Нижегородском государственном выставочном комплексе до 11 марта. Итак, это выставка «Укиё. История японской гравюры», которая в Нижегородском выставочном комплексе на площади Мина сейчас проходит. И если смотреть на эту гравюру, какая гравюра к вам попала самой первой? С чего все началось? Все началось с интереса, с влияния импрессионистов. Какую гравюру вы купили первую? Я не помню. У меня около 2500 листов, поэтому кто из них первый? Мне для этого нужно пойти сейчас в компьютер и восстановить инвентарные номера. Но я помню, что интерес возник, оттолкнувшись от импрессионистов и от многих статей, которые буквально 10-12 лет назад во всей западной арт-прессе начали мусолить, и ученые начали выпускать, искусствоведы начали выпускать книги о влиянии вообще того, что случилось, когда привезли «Укиё» и как это повлияло на все. Потому что там можно перечислять, это там Аганшили, Тулуз-Латрек, Ван Гог, Мане. То есть они все под влиянием... Это был взрыв для европейских художников. И вообще-то, насколько я понимаю, это такой, ну скажем так, это мода, которую держат уже на протяжении нескольких десятилетий. Мода, ну не столетия, но там лет 200, лет 300. 150 лет в Европе. Да, да, да. Ну, во-первых, все началось с Шенуазри, да, влияние. Первое было Китай, это было еще при Екатерине второе. Даже в России были в Екатеринском дворце и в других местах. У нее целые комнаты посвящены Китаю, потом появлялась Япония и так далее. А что это, свидетельство ее хорошего вкуса или свидетельство, это опять же влияние моды, это экзотика, что это такое? Да, наверное, все-таки они хотели быть просвещенными, эпоха просвещения, да, и, в общем-то, показать, что они знают всю историю искусств. А Япония имеет колоссальное количество всего. И вот на выставке, кроме гравюр, да, есть еще некоторое количество скульптур и нетскольких, что тоже очень хорошо демонстрирует, что выставка представляет себе. И почему историю гравюра, да, кроме того, что это несколько веков, но это еще все возможные темы, почти все, да. Почти все. Да, которые... Без пикантных тем. Да, без... Об этом еще поговорим. Да, без пикантных тем. Я живу интригу. Ну, смотрите, есть и флоры, и фауны, и самураи, и так далее. То есть все ровнино, да, и большая количество... Самураи. Да, ну, чтобы люди понимали. И много-много-много всего. То есть это не там цветочки отдельно или люди. И для зрителя, который будет приходить на выставку, как раз это интересно, чтобы были показаны и разные произведения, и разных эпох, и разных тем и направлений. И в сумме получается история японской гравюры. Хотя есть и нецки, вот эти вот самые маленькие фигурки, да. А чем, собственно, вот они, вот скажите нам, как опытные, скажем, люди, как люди, которые понимают все-таки в этом толк, чем они хороши и чем они оригинальны, вот эти маленькие... И чем они притягивают этот знаменитый советский фильм, детективный, с этими нецками. Вы только что ответили на свой вопрос. Этим они притягивают, по крайней мере, в нашей стране, да. Потому что парадокс коллекционирования нецки в России коллекционирует только нецки и слоновые кости. Хотя нецки были из железа, из фарфора, из дерева. Из любого материала. И это не пользуется популярностью. Как в кино должно быть. Да, должно быть, как в кино. Что, в принципе, правильно. А хороши они тем, что это миниатюра, и как любая миниатюра, потому что нецки в основном, ну, максимум, там, 5-6 сантиметров, если она узкая, длинная, все зависит. Как мастер вписывает из куска кости, что он делает. Как сделан сюжет. Насколько это элегантно, красиво. И насколько время это потрепало. Потому что это же вещи, которые носили. На поясах, по-моему. Да, это противовес для кошелька, для аптечки, для кесета и так далее. Вот. Да, там, поздние нецки, поздние 19 века, это уже делалось для иностранцев больше, как маленькая скульптурка, как и кимона, но более старые иноцки, они потёрты, в них есть патина, в них есть жизнь. И это, ну, это настоящая живая скульптура. Вот вы очень хорошо сказали. То есть, всё-таки, занимаясь вот коллекционированием, работая с этими вещами, вы какой-то тайный смысл предметов постигли, очевидно, да? Ну, я так, может быть, воскопарно скажу, но тем не менее. Вы действительно чувствуете вот от них какую-то отдачу, какую-то энергетику? Вы с ними можете контактировать на каком-то, ну... В своём языке. ...нематериальном уровне? Ну, я не буду сейчас про это говорить, но пёрка от них сильная, включая там египетские саркофаги, и положительные. Да? Да. Даже саркофагов? Нет, вот, и от саркофагов, и вот вообще старых вещей. Что, в чём дело? Ну, не знаю, есть какие-то вещи, которые вот... Нравятся тебе или не нравятся. Есть иногда очень редкая гравюра, которую я почему-то именно этот лист не беру. Ну, это чисто вот моя инту... Вот вкусовое, даже не вкусовое, это чисто интуитивно, но вот... Вот не нравится мне этот человек, ну, ты хоть и трещина, да? А вот ещё хочу спросить, тем более, что молодой человек всего 27 лет от роду, да? То есть он ещё не забыл... Вопрос подвох. Не забыл свои в детство, да. А жил в доме, где тоже, в общем-то, делалось что-то, какие-то произведения искусства, стояли, хранились, значит, делались руками родителей. Как ваши дети... Там дом произведения искусства. Как ваши дети существуют вот в обстановке этого практически музея? Ведь наверняка все вещи, которые, может быть, даже и бесценны, по определению искусствоведов, они сначала попадают в дом всё-таки. Вы, как бы, наверное... Ну, да, это естественно. Не сразу же вы их в сейф... За стекло. А у вас там, извините... Они нормально живут в доме. Нас, я понимаю, четверо детей, да? Да. Ну, некоторые уже в возрасте 25 лет понимают, что этого не надо делать, да? Собственно, когда-то... Но поскольку они рождены в этом, то у них как-то... У нас никогда не было с этим проблем. Мой второй сын играл будами вместо кукол. Деревянными, правда. Отдать должное. Естественно, в доме не разрешается ездить на терракотовых лошадях. Вот, да. Всё-таки есть ники. Аминьичные. Аминьичные. Ну, естественно, но там не только это висит. Это просто... Там висят шестидесятники, там стоят скульптуры, там висят иконы, там стоит семисвешник. Это абсолютно всё... Но это всё обязательно древности всё-таки, да, я так понимаю? Ну, с иконами сложнее, шестидесятниками... Ну, да, нет, тоже не древность, но стоят дороже, чем древность. Даже иконы порой. Да вы знаете, на самом деле... А вы не говорите о своём тяжёлом детстве? Да нет, детство как раз было хорошее. И вот, знаете, вот у нас в доме хоть два этажа скульптур, а скульптура всё-таки достаточно специфическая. Вот у нас... Слово скульптур в семье, скажите? Отец. И сестры. И вот сейчас будет уже, да, сестра, которая заканчивается в Ульковске. Вот, вы знаете, не было никогда домашних животных. Вот этого всегда папа боялся. А вот дети, вот мы как дети, никогда в жизни ничего не сломали и не испортили. Потому что мы в этом выросли, и для нас, ну, как бы это было нормально. Даже сейчас, я когда иду в музей, я настолько хорошо ищу пространство, я могу дойти до того, что у меня сзади, и ровно остановиться. Вот у меня вот с пространством всё очень хорошо. Хотя у нас ходили вот так вот мимо скульптур все. А вот дети, которые приходили, вот за ними мы уже сами следили. Сматривали. Да, которые приходили к нам в гости. Ну, не было никаких таких историй, что вот мы специально там, или играя, что-то задели, разбили. Конечно, там бывают случаи, когда вот что-то уникальное. Вот у меня в детстве было, когда я был маленький, подтянулся на столе, и я под него успел нырнуть, а всё упало на меня. Но это не из-за того, что я этого не делал каждый день до этого, а потому что был перевес с одной стороны. Давай сейчас прервёмся, у нас короткий рекламный блог, после этого мы вернёмся. Это программа «Арсонга», мы продолжаем. Сегодня мы говорим о японской гравюре. Выставка открылась в Нижегородском государственном выставочном комплексе. У нас в гостях Кирилл Данели, коллекционер, галерист, чья коллекция представлена, и Пётр Баранов, искусствовед, куратор этой выставки. Кстати, чуть-чуть поговорим о коллекционернии. Сейчас вообще мы ощущаем такую тенденцию, некий бум частных музеев, бум частных коллекций, которые выставляются на всеобщее обозрение, и у простого человека возникает вопрос. А он-то может как-то приобщиться к этому? Можно ли, грубо говоря, имея 100 долларов в кармане? Стать коллекционером. Стать коллекционером, или заполучить какую-то вещь, чтобы повесить её на стенку, и было интересно? Ну, я считаю, что начнём с... Со 100 долларов. Со 100 долларов. Что-то определённо мало. Я думаю, что зрители это больше всего интересуют. Да, конечно. Да, можно. Дальше ситуация, а, твоих знаний, б, людей, к которым ты обращаешься за помощью и так далее. Кстати, пиетет перед старыми вещами, которые есть в нашей культуре, он на самом деле на цены мировые не всегда влияет. Потому что даже китайская вещь второго века до нашей эры, династии Хань, стоит дешевле, чем династия Цинь XVIII века. Потому что китайский рынок говорит, что мы хотим вот эти более леповатые, более украшенные, более императорские вещи. Это уже дело вкуса. Тем более древние, да. Точно так же древность... У меня есть мисочка второго фараона первой династии. Но она простая... Это какой век? Это, если я не ошибаюсь, 2700 год. До нашей. До нашей. Ух ты. Но она обычная глиняная. Обычная мисочка. И, естественно, вещи XVIII династии, которые известны за счёт Нефертити и Эхнатона, они, естественно, больше пользуются популярностью. Вот мне кажется, что всё равно люди, скажем так, выбирают что-то себе для украшения своего быта. Поробие начисло. Ну, начинается, во всяком случае, с этого. То есть хочется красоты. И вот вернёмся опять же к японской гравюре. Потому что рассчитана ведь она была отнюдь не на аристократов. Правильно, как мы уже выяснили? Абсолютно верно. То есть это была такая массовая культура, если не сказать поп-культура, потому что это ещё и можно было большим тиражом, ну, относительно большим тиражом выпускать. И я хотела бы о сюжетах вот этого жанра поговорить. Насколько я понимаю, поскольку разговор шёл со своим потенциальным потребителем вот этой культуры, то есть с простым человеком достаточно, разговор шёл на простые темы. И очень много было чувственности вот в этих самых японских гравюрах. Почему? Почему? Это Восток, который, скажем так, всё-таки культивирует вот эту философию любви. Он её не культивирует, он к ней просто относится как к абсолютно естественному, естественной части человеческой жизни, ничем, ни в коем случае не греховной, не позорной. Не табуированной. Не табуированной абсолютно. И да, у Киуэ японская гравюра и сначала себя представляла, большая часть её представляла сюнга, то есть эротические картинки. То есть это журнал «Плейбой» такой, да? Да, с этого началось, очевидно, да? Ну, она началась всё с буддистских текстов и с религиозных картинок. Потом это перешло на эротические картинки. Дальше это перешло всё больше на изображение красавиц, бытовых сцен, на изображение театра Кабуки, который тоже был популярен в этом... И там тоже тема любви в основном, да? Там же все любовники умирают от любви. Там Санта-Барбара полностью. Да-да-да. Зачастую это чистая Санта-Барбара, этот прям там... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, поп-культура, есть поп-идолы. Поп-идолы – это красавицы Юдзё, жительницы Йосивара, это актёры театра Кабуки. И дальше возникают исторические сюжеты, которые тоже становятся важны. Там на эту тему можно вообще говорить очень долго, потому что было запрещено использовать имена современных правителей, можно было использовать... Их переделывали, там были большие аллегории, причём такие вот запутанные ребусы и так далее. А на выставке у вас больше каких? Тем исторических? У нас все темы. Любовная эта тема присутствует? Сюнгам мы не выставляем, остальные все направления выставлены. То есть эротической гравюры на выставке, к сожалению, нет. Ну, это не по нашей причине. Возвращной ценз, надо же... Нет, к сожалению, это запрещено теперь по министерским нормам. Мы очень хотим это показывать. У Кирилла большая коллекция, была выставка в Москве, которая очень большая. Квартал удовольствия была выставка. Квартал удовольствия – это именно посвящённый женщинам и происходящему именно в Есиваре. А была отдельно про Сюнгу. Выспущена вот такая фантастическая, красочная очень книжка. И то, что вообще естественно, и для меня, как для человека, удивительно, что кто-то придумывает, не показывает любовь между мужчиной и женщиной. Но помимо этой темы, кроме этой темы, которая занимает большое количество гравюр, там есть изображения красавиц, там есть воины, там есть знаменитые 47 ранинов в разных вариантах, не только куни-йоси. Там есть театр Кабуки, там есть красавицы. И самый поздний жанр, который возник, который возник из книжной иллюстрации – это цветы и птицы. А скажите, вот для того, чтобы прийти на вашу выставку, нужно как-то готовиться к этому? Потому что это то, что мы сейчас говорим. Что почитать, что посмотреть. Даже название. Знаете, очень хорошие приготовленные тексты. И почти на каждой стеночке обо всём есть некие элементарные объяснения. А потом уже, придя домой, можно ещё что-то дочитать, что тебе не хватило. То есть вы подумали о том, что человек может ещё и образоваться. Я советую прийти и посмотреть. Это очень здорово. Спасибо вам огромное. У нас сегодня в студии был Пётр Баранов, искусствовед, куратор выставки. Из коллекции Кирилла Данелли. Выставка японской гравюры. Укиоэ. История японской гравюры. В Нижегородском выставочном комплексе на площади Мии на всех приглашаем. Идите и смотрите, собственно, что ещё сказать. Мы всё, что могли, мы сказали. В течение этого небольшого промежутка времени. Афиша самых ярких культурных событий наступающей неделе в программе Арслонга. Нижегородский государственный художественный музей представляет выставку живописи Николая Сметанина «Путь к истоку». В 1980-е годы Николай Сметанин был активным участником творческого объединения художников «Чёрный пруд». Этот период на выставке представлен тремя большими полотнами из серии «Источники», где своеобразным предметом философско-религиозного исследования автора становится сложный ритуальный сюжет. Основой экспозиции выставки составляют эскизы, фотографии, росписи, иконы храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона в Нижнем Новгороде, над убранством которого художник работал в течение четырёх лет. 24 и 25 февраля в пространстве кинофактура премьера музыкальной драмы «Молоток». Этот спектакль появился как самостоятельная работа молодых актёров из разных театров Нижнего Новгорода. Остро-социальная тема, актуальный жанр, современный текст и живая музыка соединились в этом ярком проекте. Режиссёр, лауреат премии Нижнего Новгорода Дмитрий Крюков. В музыкальном пабе «12 кранов» накануне Международного женского дня состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Ольгой Хохловой. Она проведёт мастер-класс для прекрасной половины человечества, которая называется «Любите в себе женщину». 19 февраля 2018 года исполнится 10 лет со дня смерти лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. А 21 и 22 февраля в рамках специального показа фонд «Сияние», компания «Битфилмс» и кинотеатр «Орлёнок» представит нижегородцам фильм «Сияние обрушится вниз», который запечатлел последний во всех смыслах концерт «Гражданской обороны», который состоялся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге. Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт, так что зрители смогут почувствовать себя словно на настоящем концерте легендарной группы. Это лишь некоторые события, которые стоит увидеть. Живите культурно! И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в фейсбуке, на ютубе, на сайте nntv.tv и, конечно, в эфире телекомпании «ННТВ» каждую пятницу вечером. Всего хорошего! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok